Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзиед пришел вопрос, как помочь некрещенному родственнику-атеисту. Митрополит Антоний Сурожский очень часто приводил слова, которые он однажды услышал от одного пожилого духовника на Афоне. Цитировал он их так. «Никто не может прийти ко Христу, если не увидит отблеск его света в глазах собеседника». Атеист может смягчить свое сердце и может потом, через какое-то количество лет, прийти к вере, если в вас он встретит доброго, заботливого, молящегося о нем христианина. Потому что когда мы встречаем, допустим, тяжело больного человека, сердце наше сострадает ему, и мы начинаем за него молиться. Но эта болезнь пройдет или она окончится вместе с жизнью человека. А если человек уйдет в вечность, отрицая Бога, то это не пройдет никогда. На самом деле это вообще самый страшный диагноз, который только может быть. Поэтому этот человек, если это родственник, он должен быть объектом вашего тепла, вашей христианской заботы и вашей молитвы. Он, конечно, будет очень долго возражать. Но я вам хочу сказать, вот 30 лет уже священник, что бывает такое, что жена верующая молится за неверующего мужа. Молится, молится, 10 лет, 20 лет, 25 лет. А на 28-й год он говорит, ну ладно, пойдем в храм. Ну ладно, дай мне поговорить с священником. Ну ладно, дай мне Евангелие почитать. И таких случаев очень много. У меня был случай, когда я был знаком с человеком, который даже не разрешал мне с ним говорить о вопросах веры. Знаю, что я священник. Говорит, это для ваших бабушек, отец Федор. Это мне не надо, пожалуйста. Я человек образован. И вот ко мне с этим не приставайте. Ну, Господи, спаси раба твоего. Я имя его называл. А потом был перерыв, он переехал в другое место. И я случайно его встретил в очереди к кассе в большом магазине. Дет 10 прошло. И вдруг этот человек, этот принципиальный атеист говорит мне, отец Федор, здравствуйте. Знаете, я только что с Афона приехал. Там такая благодать. Вы же знаете. Вот. Я думаю, как это вот так вот? А вот так вот, понимаете. Господь может коснуться сердца любого атеиста. Конечно, это выбор самого человека. Безусловно. Но отогреть сердце этого человека и показать ему пример христианского отношения к нему вы вполне можете. Вот молитва отогревает сердце этого человека. Больше надежды, что он обратится ко Христу, если он увидит вас, доброго христианина. Поэтому помочь ему надо прежде всего молитвы за него. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.